здравствуйте дорогие товарищи как я рад вас видеть я уверен что вы тоже меня рады видеть иначе вы не смотрели бы вот это все то что вы сейчас видите сложная фраза но ничего я думаю что проглотится спасибо вам огромное за все что вы для меня делаете за материальную поддержку канала за ваши комментарии это главное на самом деле не столь важно даже эта самая поддержка сколько комментарии которые мне помогают жить ибо любое печатное слово мне помогает жить особенно живое непредвзятое которые я читаю от вас очень интересное замечание о музыке рассуждения и мысли просто просто мысли то очень хорошо спасибо вам большое ну а я сижу вот и вспоминаю старую старые пластинки перелистываю их копаюсь в них это тоже приносит большое удовольствие и в этом один из смыслов собирания пластинок в них просто приятно копаться зачем вы собираете пластинки мне приятно в них копаться ну конечно не только это и копаясь в них я думаю как хорошо что они есть как хорошо что есть звукозапись звукозапись это революция это гигантская революция немыслимо как в девятнадцатом веке фиксировалась музыка как были ноты люди учились играть на фортепиано и играли по этим самым нотам классическую музыку друг другу приходили в гости до садились за стол на диваны в кресло и кто-нибудь садилась к роялю и играл вот так люди знакомились с музыкой то есть в общем это все здорово но это связано с определенным в общем набором труд трудностей да и временными потерями достаточными то есть это надо собраться одеться причесаться договориться поехать в гости и там послушать как жена дочка хозяина криво играет моцарта отвратительно ну или в театр пойти что тоже не каждый день получится в консерваторию куда-нибудь еще согласитесь а тут взял пластинку раз поставил слушаешь всю музыку двадцать первого двадцатого девятнадцатого и восемнадцатого и прочих веков все записано и слава богу что это есть потому что мы слышим живое исполнение музыкантов которые уже ушли из этого мира материального да частности я хочу вспомнить пластинку джинджер бейкер фос джинджер бейкер фос 1970 год кстати говоря в комментариях меня просили и не один раз поговорить об этой пластинке вот я и говорю о ней замечательный альбом довольно странный в чем его странность я не знаю группа из десяти человек на сцене это концертный альбом двойной длинный интересный и повторюсь еще раз странный потому что ну потому что почему потому что есть музыка которая авторы которые говорят нам мы сейчас принесем вам удовольствие вы сейчас послушайте нашу музыку и вам станет интересно а есть музыка которая не создается для того чтобы вам сделать приятно а которая приглашает к себе подключитесь как ко мне или не подключайтесь как хотите можете подключиться и вместе будем плыть по волнам вот этим которые эта музыка изображает или если вам не понравится если вас укачивает в этой лодочке куда мы вас приглашаем то в общем можете не садиться то есть это такое спокойное отношение никто никого не хочет порадовать специально мы пришли вас порадовать здравствуйте дорогие товарищи нет другая история хотите радуйтесь хотите не радуйтесь то есть не никакого насилия никаких авансов вот никаких авансов не дается хотите да хотите нет пожалуйста а нам очень нравится то что мы делаем и мы делаем это с огромным удовольствием конечно же да и будем делать чтобы не произошло придут люди в зал не придут мы будем нам кайфово здорово ну и конечно же аппаратуру выстраиваем так чтобы вам было слышно потому что мы вас уважаем дорогие зрители вы пришли купили билеты сайс сели в зале и мы все от репетировали все выставили баланс правильные и вам все будет слышно в этом смысле пожалуйста наслаждайтесь или уходить как хотите но тем не менее этот грандиозный ансамбль просуществовал два года играл концерты выпустил два альбома если я не ошибаюсь второго у меня нет это 1 70 года и он имел грандиозный успех я не знаю что там по продажам я не не отслеживал эту историю не смотрел даже но критические отзывы отзывы всех моих знакомых меломанов и здесь и там все говорят что как бы да это это явление ну и статьи разнообразные критические и не критические а просто отзывы слушатели все конечно в одну дуду твердят что это очень хорошая пластинка и я к этому восторжному хору присоединяюсь потому что на мой взгляд это очень хорошая запись и я слушаю не часто но с огромным удовольствием сегодня утром послушал и просто кайфанул по-настоящему говорить кто такой джинджер бейкер можно долго это один из если не самый наверно значимый барабанщик который имеет отношение к рок музыки и рик клептон как-то сказал когда его спросили а вот джинджер бейкер можно сравнить там с жоном боном ум или с китом муном да это я цитирую прямо этот разговор на что эрик клептон сказал да что вы что вы этот джинджер бейкер это совсем другой уровень не надо даже сравнивать и действительно это уровень ну такой это это глыба это скала это немыслимый музыкант какой-то какой-то просто фантастический кто только его не хвалил и нил пертес раш и все барабанщики все барабанщики мира вменяемые то что джинджер и изобрел массу приемов специальных игры на ударных инструментах в рамках рок-музыки я не буду их называть наш я не барабанщик я напутаю что-нибудь скажу какую-нибудь глупость но тем не менее можно послушать как он играет здесь в группе крим он тоже много играл на группе крим он относился так достаточно саркастично ну да на крим как-то кстати тоже вот я смотрел фильм во первых о нем во вторых читал потом всякие комментарии ему как-то сказали что крим это родители хэви металла на что джинджер бейкер сказал лучше бы мы сделали аборт хэви металл лучше бы мы не надо но и крим он так хотя это его группа он ее с организовал несмотря на то что дрался без конца с джеком брюсом один раз прямо на сцене во время концерта не потому что брюс плохо пил и просто играть джинджер бейкер сидел за барабан и смотрел на джека брюса но это невыносимо такой гад просто так потому что он неприятный человек не любил последний раз они подрались в 2005 году когда был reunion группы крим джинджер бейкер тоже терпел терпел не вынес и побил джека брюса что не мешало им создавать вместе замечательную музыку например bbm проект и еще ряд других но я возвращаюсь к этой штуке значит состав музыкантов джинджер бейкер ударная стив вин вот исключительный совершенно музыкант прекрасно его называли белым рэйм чарльзом за вокал прекрасный стив винут вокал орган джанет джекобс бокал дэнни лэйн гитара вокал крис бут тенор и тенор саксофон и флейта рик греч бас и скрипка риме кабака ударные грэм бонд альт саксофон гарольд макнаер тенор саксофон и флейта и фил симон перкуссия и разнообразные другие ударные симон это учитель джинджер бейкера который исподвиг его погрузиться в африканские ритмы играть африканскую музыку и надо сказать он играл и так что черные музыканты черт большие музыканты черные настоящие они очень высоко ценили джинджер бейкеры говорили что надо же как белый человек умеет так здорово играть это впервые с этим сталкиваемся ну а собственно что а музыки вот эти десять человек на сцене выдают на протяжении полутора часов такой шквал звуков такое такое наполнение такое заполнение такое выполнение перевыполнение плана музыкального что можно позавидовать восхититься восторгаться и кричать мама мама я послушаю еще раз да да мэн первая песня на основе короткой музыкальной фразы короткого рифа понеслось ударные так записано еще записано все это все таки это концерт и он не редактировался судя по всему потом студии ударные как-то мягко немножко сзади но слышно что играет очень много слышно отчетливо все все каждый звук каждый удар все железо барабаны все слышно но они так немножко притоплены и в этом есть определенный кайф потому что если бы они перли вперед они бы убили всех что бейкер играет ну невероятно много невероятно интересно и и все время по-разному и все время он не повторяется у него все время идет разная разная фразировка очень здорово причем там на нюансах даже все делать скажется что одно и то же на нюансах на мелких каких-то мини-брейках каких-то дроби какие-то мелкие все время все дышит все живет все меняется и очень длинная песня с импровизации на клавишных конечно с импровизации на секса на саксофонах на духовых и все это всего этого много все очень четко все друг друга слышат взаимодействие и плотность дикая плотность никаких дырок нет вот в музыкальной ткани просто единая стена такой такой мягкий какой-то мягкий но очень плотные и сильный такой навал очень все это здорово ну и продолжается дальше так эрлина монин если первая песня она моторная быстро это эрлина монин это уже медитация пошла то же самое на рифе идет развитие всех музыкантов по очереди с голосом но это такая медленная медленная пульсирующая шаманская история в которую вот въехал первую сторону пластинки послушал и все и ты уже там уже отсюда не выйти никуда don't care на второй стороне это все здорово но тот вторая пьеса известная нам по группе крим длиннющая барабанная соло которая слушать также интересно как какую-нибудь песню группы ес например не играют одни барабаны с такой фантазии с таким с такой подачей и так это интересно так за ну что казалось бы да барабанное соло мы слушаем там 10 минут ну что что мы не слушать барабанных соло ян пейс там где пепла да все это ну барабанит и барабанит а тут музыка тут джинджер играет музыку и вот в этой музыке просто в нее включаешься и не выключаешься до конца но хочется сказать про ну конечно на четвертой стороне do what you like песня известная нам по blind фейт да тоже с барабанным куском огромным и ай кубая вот на третьей стороне это уже африканские дела с женским вокалом чистая африка который начинается вроде как просто какие-то такие африканские напевы до женским голосом а потом все это превращается в бешеный танец бешеный танец когда видишь не 10 человек на сцене перед собой а когда видишь там не знаю человек 200 под африканским солнцем которые танцуют прекрасный веселый танец жизни вот это самая айка бая просто такой кайф мы вроде как белые люди да не в африке живем но все равно как-то к этому к этому присоединяешься и оказываешься там и оказываешься там своим вот что удивительно в этом сила музыки в этом сила джинджера бейкера в первую очередь который все это дело придумал организовал и сыграл так вместе с остальными музыкантами что ну равных просто нет ну нет ничего подобного я не слышал вообще в жизни хотя очень много чего слышал поэтому всем очень советую джинджер бейкер фос 1 1 альбом а тут еще бейкера кое-что у меня есть но это уже потом а пока я пойду пить и есть жирное соленое сладкое острое и горячее пока